Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Доброе утро, уважаемые коллеги. Вчера мы уже обсуждали, так сказать, новые современные аспекты иммунотерапии, современной иммунотерапии опухолей. Ну, а вот каковы эти современные тенденции? Во-первых, мы видим о том, что каждый год у нас появляются новые и новые иммуноонкологические препараты и регистрируются новые показания. То есть растет и количество опухолей, где может использоваться, с успехом использоваться иммунотерапия, у нас появляются новые иммуноонкологические препараты. Другой тенденцией является переход от монорежимов иммуноонкологических препаратов к комбинированным режимам. И мы все чаще предлагаем своим пациентам и комбинацию иммуноонкологических препаратов, их комбинацию с химиотерапией, их комбинацию с таргетной терапией. Дальше мы видим, что вектор переместился использованием иммуноонкологических препаратов от метастатических форм заболеваний в область использования этих режимов в адювантных и неоадювантных режимах. И, по сути, сегодня каждый онколог, который занимается лекарственным лечением злокачественных опухолей, должен обладать и знанием, и опытом их использования. И это касается, естественно, и показаний, и противопоказаний. Это касается особенности реализации ответа на терапию иммуноонкологическими препаратами. И, конечно, это касается осложнением их возможным и способом их купирования. Ну, вот еще раз суммарно такая таблица. С одной стороны, это иммуноонкологические препараты, зарегистрированные FDA. И на момент выхода вот этого обзора это было уже 17 показаний. В нашей стране их количество чуть меньше, но это тоже не меньше 12. Может быть, я что-то здесь забыла, но вот все основные препараты здесь указаны. И только для одной меланомы в этом году мы увидели два новых препарата. Это Пролгалимаб и это Атезолизумаб в комбинации с вемурафенибом и Кобиметенибом. И, по сути, вот по данным Соединенных Штатов, уже каждый второй пациент с злокачественной опухолью получает в том или ином режиме терапию иммуноонкологическими препаратами. На самом деле, вообще опыт использования в этих онкологиях в сравнении с другими видами лечения не так велик. Первый препарат, эпилемумаб, из этой категории нового направления иммунотерапии, эпилемумаб был зарегистрирован в 2011 году. То есть, ну, десятилетний период – это еще не так много для того, чтобы все нюансы и все проблемы были бы решены. Поэтому нерешенные проблемы, безусловно, есть. И, в общем, от теоретических знаний о том, что избыточная активация иммунной системы может вызывать аутоиммунное поражение любых органов систем, мы уже на практике видим, что спектр иммунопосредных нежелательных явлений расширяется и за счет новых гематологических иммунопосредных нежелательных явлений. И описываются новые ревматологические иммунопосредные нежелательные явления, осложнения со стороны органа зрения и другие. И расширение, увеличение количества пациентов, которые получают иммуноонкологические препараты, в общем-то, очень скоро придет к тому, что то, что мы раньше считали редкими осложнениями, могут уже перестать стать редкими. Поэтому мы, в общем, все чаще и чаще на практике можем с ними встречаться. И вот очень хорошо, что мы сейчас так разделяем то, что мы достаточно часто видим, да, и отдельный акцент делается вот на эти редкие осложнения, с которыми мы можем сталкиваться на самом деле все чаще и чаще. И если с… Ну, мы знаем, что практически все пациенты наши отмечают наличие тех или иных осложнений иммуноопосредованных, но все-таки такими тяжелыми формами, вернее, частота тяжелых осложнений, она не очень высока. Вот, хотя при комбинированных режимах это уже, в общем-то, достаточно значимые цифры, до 60% доходит. Но с легкими осложнениями мы достаточно хорошо сегодня справляемся. Вот, а тяжелые осложнения действительно представляют большую проблему, потому что, во-первых, у нас пока нет предсказательных маркеров развития именно тяжелых форм иммуноонкологических осложнений. Мы можем, по сути дела, у любого пациента встретиться вот с такой тяжелой патологией. И, конечно, большой проблемой являются те случаи, когда мы видим рефрактерность к стандартной терапии стероидами. Ну и все еще при некоторых иммуноонкологических нежелательных явлениях мы, к сожалению, встречаемся с достаточно высокой смертностью. В частности, вот по данным обзора 2018 года при аммиакардитах она иммуноопосредованная, она доходит до 40%. Вот тот факт, что действительно использование и комбинированных иммуноонкологических препаратов в комбинированных режимах, и их использование с другими лекарственными препаратами действительно приводит к увеличению частоты осложнений. Вот на левом графике это все осложнения всех степеней. Мы видим, что серые столбики – это комбинированные режимы иммуноонкологических препаратов, желтые столбики – это комбинации иммунотерапии с химиотерапией, и по некоторым категориям мы действительно видим, что вот такие комбинации дают нам и более высокую общую частоту осложнений, левый график – это уже тяжелые степени, третья и четвертая, и, в общем, есть прирост и этих тяжелых видов иммуноопосредственных нежелательных явлений на комбинированных режимах. И трудности есть не только у нас, они остаются и наших коллег американских. Вот этот обзор был опубликован в журнале «Ланцета» в этом году, и как раз вот группа американских авторов пишет о том, что эти трудности сохраняются, и связаны они и с тем, что все еще существует недостаточная осведомленность врачебного сообщества, причем не только онкологов, но и в значительной степени врачей смеженных специальностей. Важной проблемой является недостаток знаний у пациентов и их родственников об особенностях переносимости иммуноонкологических препаратов. Все еще встречаются сложности диагностики, и авторы считают, что пока, конечно, те алгоритмы, которые есть, они действительно обновляются, но основаны они в большей степени на мнении экспертов, поэтому их нельзя считать совершенными. И вот авторами предлагается такой системный подход для улучшения переносимости терапии иммуноонкологическими препаратами. Тут несколько таких моментов, которые отмечаются, и, в общем, какие-то вещи мы можем, не все, скажем, может быть применимо в нашей стране, но какие-то моменты мы можем тоже взять на вооружение. Ну, скажем, и в Америке тоже есть проблема занятости врачей, у которых просто нет возможности так долго и подробно обсуждать с каждым пациентом вот эти проблемы переносимости, поэтому одним из путей решения является создание команды, когда у врачей появляются помощники в виде квалифицированных медицинских сестер или фармакологов, обладающих достаточным уровнем знаний, для того, чтобы вот здесь заменить врача и обсуждать с пациентом все те особенности и его стили жизни, и те моменты, на которые он должен обращать внимание. Другим направлением является образование врачей, и здесь предлагается в различном виде вот такие проводить лекции, практические занятия, семинары, причем и с практикующими онкологами, и что очень важно врачами, смежных специальностей, включая и наших коллег, которые занимаются неотложной помощью, и к ним могут в тяжелом состоянии поступать пациенты с выраженными, ноопосредственными нежелательными явлениями, и эти врачи также должны обладать знаниями об особенностях купирования таких тяжелых осложнений. Важное значение отводится регулярному обновлению и переизданию алгоритмов по выявлению и купированию этих осложнений, такие алгоритмы и рекомендации и профессиональными сообществами выпускаются, и крупными академическими центрами. И здесь вот мне хотелось бы два и наши практические рекомендации отметить. Вот наше российское общество онкологов регулярно такие практические рекомендации по управлению иммуноопосредственными нежелательными явлениями издают, переиздают. Мне хотелось бы обратить внимание на инициативу специалистов по проблемам меланомы, которые издают уже именно для пациентов. Такие вот буклеты, они посвящены нежелательным явлениям, особенностям переносимости терапии и иммуноонкологическими препаратами, и таргетными препаратами. Ну и еще, мне кажется, очень такое интересное предложение – это создание центров компетенции. Понятно, что не в каждом учреждении есть возможность привлекать врачей разных специальностей, и все-таки уровень знаний, наверное, пока нельзя считать достаточным. И вот такое предложение – создавать центры компетентные, скажем, на базе крупных учреждений из онкологов и врачей различных специальностей, которые углубленно занимаются проблемой диагностики и лечения, с тем, чтобы практически любой онколог мог с использованием телемедицинских технологий получить действительно профессиональную консультацию в случае каких-то таких тяжелых, не подающихся стандартной коррекции иммуноопосредственных нежелательных явлений. Ну, собственно, механизмы обсуждаются, здесь только некоторые из возможных механизмов развития иммуноопосредственных нежелательных явлений представлены. Уже понятно, что они очень многочисленные, и на самом деле многого мы еще не знаем. Но вот тот факт, что это не один какой-то механизм, а что это могут быть самые разные механизмы, задействованные в развитии иммуноопосредственных нежелательных явлений, эта информация заставляет нас думать, что не использование, стандартная иммуносупрессия кортикостероидами, и мы видим это на практике, работает не у каждого пациента. И вот все большее значение приобретает такой персонализированный подход к лечению иммуноопосредственных нежелательных явлений, который заключается в том, что в тех случаях, когда мы не видим ответа на стандартную терапию, а стандартной терапией у нас являются использование кортикостероиды и мафетилами кофенолата. Для уже второй линии иммуносупрессии вот здесь необходим дифференцированный подход в зависимости от того, какой из механизмов аутоиммунного повреждения у каждого пациента преобладает. Предлагается проводить биопсию и вот уже на основании того, какие именно в разных органах, какие виды задействованы этих механизмов, подбирать уже терапию второй линии. И поэтому расширяется не только перечень показаний, не только список препаратов из категории иммуноонкологических средств, но и расширяется перечень препаратов, которые мы используем для оккупирования иммуноопосредственных нежелательных явлений, в том случае, если мы видим рефракторность этих осложнений к стероидам. Ну, мы, в общем-то, уже хорошо знаем про ингибиторы факторы некроза опухоли и есть опыт их использования прежде всего при стероид-рефракторных колитах. Ну и вот посмотрите, здесь уже целый такой арсенал иммуносупрессивных препаратов, которые используются при стероид-рефракторных иммуноонкологических нежелательных явлениях. И вот здесь надо ответить ингибиторы интерликинов, в частности, интерликина-6. Уже есть многочисленные публикации по успешному использованию препаратов, в частности, тоцелизумаба. И сегодня зарегистрирован наш отечественный ингибитор интерликина-6, левелимаб. Значит, вот эта категория препаратов может быть использована. Ну, важно помнить, что у этих препаратов есть свои особые нежелательные явления, которые тоже надо учитывать. Но мы уже хорошо знаем, что, например, инфлексимаб не назначается пациентам стероид-рефракторными гепатитами из-за их повышенной гепатотоксичности. Поэтому и побочные эффекты иммуносупрессивных препаратов надо учитывать также. Также успешно используется ретуксимаб. И прежде всего при тяжелых гематологических иммуно-посредственных нежелательных явлениях можно отметить такой препарат, как антагонист сетеля-4, абацетепт. Его рекомендовано использовать при жизнеугрожающих и стероид-рефракторных миокардитах. Ингибитор МТОР, Сиролимус, также при стероид-рефракторных иммуно-посредственных нежелательных явлениях используется. То есть, в общем, и эти знания нам уже нужны, и эти препараты в таких тяжелых случаях могут реально спасти жизнь пациента. Ну, а вопрос, конечно, очень важный. Нам удалось справиться с иммуно-посредственным нежелательным явлением. Кому мы можем продолжить иммуно-терапию, в каких случаях мы должны это лечение полностью отменить. Если мы посмотрим на такие общие правила, то, как правило, при первой степени терапия может быть продолжена. При степени выраженности 4 терапия должна быть однозначно отменена. Для второй степени тоже в большинстве случаев терапия препаратами иммуно-онкологическими может быть продолжена, хотя здесь есть исключения, в частности, осложнения со стороны в виде увеита и некоторая другая патология органа зрения. В большинстве других случаев после разрешения нежелательных явлений второй степени терапия иммуно-онкологическими препаратами может быть продолжена. При третьей степени выраженности, как правило, терапия должна быть отменена, но при некоторых осложнениях она может быть продолжена. Вопрос – продолжение терапии, насколько это опасно или безопасно для пациентов? Достаточно большое количество работ ретроспективных, как правило, отдельные авторы такой собственный опыт представляют. Он не очень большой по количеству пациентов. А вот в этом году вышла статья с очень серьезной базой оцененных иммуно-опосредственных нежелательных явлений. Это база данных ВОЗ, в которую входят 130 стран, и, начиная с 1967 года, все нежелательные явления в эту базу заносились. И вот был проведен анализ именно иммуно-опосредственных нежелательных явлений, начиная, собственно, с даты основания этой базы до сентября 2019 года. В этом году включались в этот обзор те иммуно-опосредственные нежелательные явления, которые были связаны с использованием антисетеля Н4 антител и анти-ПД, анти-ПДЛ1 антител. И вот было показано, что из более чем 6000 иммуно-опосредственных нежелательных явлений 452 ассоциировалось с продолжением терапии иммуно-онкологическими препаратами. Ну, не очень большая цифра, 7,4%. Но и у третьих пациентов после возобновления терапии происходил рецидив именно первично выявленного нежелательного явления, из-за которого, собственно, терапия была временно остановлена. То есть у каждого третьего пациента при возобновлении терапии развивается рецидив вот этого первичного нежелательного явления. Что наиболее чаще рецидивировало, ну вот здесь нижняя таблица, это вот как раз частота рецидивов различных видов нежелательных явлений, из того, что значимо для нас, это гепатит с высоким риском рецидивирует, это колит и это пневмонит. Вот те три нежелательные явления, которые сегодня, в общем-то, представляют проблему для их разрешения, вот они рецидивировали чаще всего. Поэтому вывод был сделан о том, что в принципе терапия иммуно-онкологическими препаратами может быть продолжена у отдельных пациентов, но, естественно, что необходимо тщательный контроль, мониторинг за пациентами обеспечить и использовать стандартные алгоритмы для диагностики и лечения. Ну, недостатком, помимо того, что это ретроспективное исследование, является то, что здесь не было сделано привязки частоты рецидивов к степени выраженности нежелательного явления. И вот несколько практических вопросов мне хотелось бы еще поднять. Это, насколько безопасно проводить терапию иммуно-онкологическими препаратами при аутоиммунных заболеваниях. Первоначально они исключались из клинических исследований. Сейчас у нас есть ретроспективные данные, и они говорят о том, что у пациентов с аутоиммунными исходными заболеваниями по эффективности и переносимости эта терапия значимо не отличается от клинических исследований, но примерно у 50% пациентов есть риск прогрессирования аутоиммунного заболевания, поэтому эти заболевания не являются абсолютным противопоказанием для назначения иммуно-онкологических препаратов. Но такие пациенты, за ними должна команда специалистов наблюдать, которые включают и онкологов, и тех врачей, которые исходно этих пациентов лечили. Последний вопрос – связь с иммуно-опосредственными нежелательными явлениями, эффективность и иммуно-опосредственные желательные явления. Очень многие исследования такую связь действительно подчеркивают за неимением времени тогда. Только последняя работа, она была в прошлом году представлена и в этом году еще раз на конференции ЭСМА, об этом профессор Гермон говорил, пациенты третьей стадии, получающие пембролизумаб в сравнении с плацебо. Четко показано, что выявление иммуно-опосредственных нежелательных явлений на пембролизумабе существенно улучшало показатель безрецидивной выживаемости, особенно это касалось эндокринных нежелательных явлений. Ну а общие принципы управления нежелательными явлениями, они остаются те же, и это главное – постоянный мониторинг, вовремя выявить, правильно поставить диагноз и назначить лечение в соответствии с современными алгоритмами. Благодарю за внимание. Продолжение следует...